Ну какой ты пище? Кому он сказал по сумакам? Каких вагонов? Ну не о ногах же речь-то идёт. Так, он меня родственник, и ты к нему идёшь. Зачем идёшь? Я его обращаю. Обратил, нет, а ты потерял. И потерял очень много. А что у нас не было? Ни разу. Ни разу никогда. У меня на 2-6 дня 10 человек, 5 братьев, 5 сестёр, неверующих, всё отрезано, никаких вагонов нет. Но когда она попросила сестра, привёз, но привёз, он не зашёл в сарай, её вызвал, отдал, взорву назад к ней. Всё. Бошенник, а ты с каждым днём туда идёт, что-то там есть. Ну как уж ты берёшься? Что ты там находишь, бошенник? Ищи, пока есть возможность приблизиться к истине. Он соболняет тебя. Сегодня он телевизор посмотрел маленького, а что ты ещё где-то поболтал? А это он совсем нырный, товарищи. А бросил от Сикидона, он как глаз, для тебя без него жить не мог, для меня свет в окошке. И тогда от Сикидона я его записал. А что, в полный верующий не ходит? Ни разу никогда. 62-го года, когда в Нью-Йоркшине ходит. Я на новом месте поселился, но там дожил-то пьянется, задавился. Ну а соседи-то остались те же самые, они с вами в первый день камни. А мне надо ремонтировать квартиру. И я понял, мне от них не избавиться. Я сразу топор положил, молодой положил, сразу взял Библию. Проходите, дорогие гости, садитесь. Я наконец-то, хоть у меня соседи, жену в двери, никого не выпускает. Открываю Евангелие и начинаю считать, как они засуетились мне домой, да у меня там на крите стоит, да нет, у нас так не принято. Сейчас, смотрите, она приготовит, жена вас накормлю. Друзья, вам негде нет, а нас пустые разговоры не доступны. Все! 26 лет жил, может, никто такой не поможет, а учимся. Так приходит, я Евангелие буду делать, а вы как они, а шарах не стоят. Никогда уже на них не придет. Бери Евангелие, считай, в общем, дело тут надо не нагонять, ничего. Постой, делай. Ты читай Евангельскими словами это. Речь говорит, и ты увидишь, на секретном. На тебя в окно придет какой-то, смотри. А то, вот, в Новый год так встречает, да, можно ли меня халлика попросать, на ее, да, и ищите, я понял. Что значит, так сказать, может ли на текущих людей попасть в человек искренне верующий? Нет, не может. Искренне верующие влечет такого к небу. Название верующего, если мы сядем, это может. Может. Я просто вас всех не знаю, не могу сказать. Но есть такое. Так, в семинарии учатся, и на такие дела побуждают. В казино пошли, там двое, в карты играют, играют валейки, там еще что-то. Верующим это все запрещено. Ни шашки, ни шахматы, не борются по карте. Я любил шахматы играть на уровне, и брал маскары. Я сразу все сжег, выпустил и все. Не знаю почему, запрещается и все. Я никогда с Богом не торговался. Я такой же грешник, как все люди. Такие же у меня вожделения, ничто, ничто было. Но когда я узнал, что нельзя это все. Люблю слушать радио. Люблю просто. Сажусь сидеть, а в одоление лучше свободно. Я послушаю. И вдруг кому не нахожу. И когда обедаешь, не слушай песовские песни. Всего ты убил. И не слушаешь. Нет, не слушай. А в одоление... Ой, ну обойдутся. Канал я писал. Там канал стоит. За ним сотня не песков. И ты ему не сказал песовские песни. Иди слушать, когда обедаешь. А речь, а речь можно слушать. Про это еще не сказать. Освободняй. Да, освободняй. Выпь его и брось. Другой зовет тебя где-то добыльчик. Пойдем со мной на базаре работать. Кто-то как правая рука у тебя там. Ты знаешь, вот. А ты скажи нет. Да он брат. Пропал. У нас на базаре работали люди общими. Пали все до единого практически. Это смерть. Иди на работу. Вот мы без базара жили как-то. Я всю жизнь на стройке пройдет. И из чего живем? Вот этим вот. Родами. Зарабатываем себе. Много хороших. Ну иди туда на плохие работы. Не надо. Это нет. Между копкой и продажей торгается грех. Вы сами таки. Ты как между камней билается гвозь. Ты не хочешь, и он придет тебе все равно. Все равно будет обман. Но может быть я устаю? Я тебе не устоял. Пока нет. Это ты не на счет. Я тебе беру практику. У нас семнадцать человек потеряли. Семнадцать гробов есть. А для не верующих это все сокровище, они с базара не вылазили. Я думаю, в церковь они уже стоят. Я думаю, рано. Какого рода, в какой степени, должны, должен быть сорвать, чтобы остеешь бросить от себя. Начало. В первую очередь не верующий. Если он сейчас не слушает, это уже с самого отдали. Другого повинения. Человек с непристойностями. Сразу отойдет. Пустослов. Кощинный. Насмешник. Сразу отойдет. Сразу. Без денег научит всему худобу. Так Владимир Мономарко. Без денег научит всему худобу. И что умел делать, забудешь. Надо работать не просто так, а минимум ты разу проплатит вот так, чтобы. Пропотеть. В поле лица будешь счесть лет твоего. Писание так же говорит. Еще мою просто два тропа, который должен течь к тебе. А не просто время отходить за компьютерными играми. Работать надо очень быстро. Наша мама рассказывала, как они работали. Ну, снопы они, суслоны ввязали. Сноп, сноп. Потом вместе составили сколько-то там. Двадцать снопов. У нас суслон назывался. А она там сбригадирует. А когда придет ночью, чтобы пригодишь записал, она их на свое, на свою деревянку перекинет. Ну, все примеры. А наша мама больше всех жила. Больше всех пережила. А память и все это осталось. Отсеки такого, к нему не должен заходить человек. Отдай мне дядь. В лодку. Затегоносец ему худоб. Какие друзья должны быть у друзей. Подружки задают. Пойдем будут послушать. Пойдем на дискотеку. Сразу отсеки этот момент. Никогда не должно даже именоваться. Никогда и нигде. Дурные люди. Вот здесь недавно в университете была конференция. Борьба со СПИДом. Ну и что? Существует, читая в газете «Валтайская правда», последний номер. Только один способ. Спасить от СПИДа. Кандом. Придороги. Ваши ученики существуют. Бесплатно далее. Докинулись. Четырюки не оторвали. Там иностранцы. Позорная. Позорная грудливая резинка. Мозги на диспетре не навидят. Сравники и осквернители. Есть один для какой жизни святый. Не надо ничего этого иметь. Не надо. Это Божий пищ. Бог на столовой болезни специально. Надо было благодарить за СПИД. Что есть такое? Вся эта мерзость раньше выжигалась огнем. Садовный дом, он сожженый огнем с неба. Все эти секс-меньшинства должны быть истреблены с лица земли. Не человеческими руками. Дурное это общество. Дурное с семьей не разговаривает. Не разговаривает. Отойди. А где ваша подружка в университете? Она над по урокам никакого дела не имеет. Ты видишь, она там живет. Совершенно верующие руки. Отойди. Как определить необходимость этого акта? А пожертвующим на они Господа? Пожертвуй. Ты узнаешь, как это либо. А если ты в маму не верен, а многим Бог тебя не поставит. Не выгодно только ищи. Физическое. Материальное. А вот духовно. Мне это не выгодно. Все. Человек матерится. Я его предупринял два раза. Все. Больше к нему я не подарю. Бывает в верующие там воскресенья. Ну кто знает. Мама меня. Боятся больше чем Бога. У нас есть молча. Чтоб я-то его знал и не увидел. Вот интересно какие-то. Ну само для этого не сомневает устав. Да самого парня помню где-то. Я с ним даже разговариваю. Вот оттай буду и все. Это зараза. Могу прилипать к тебе и тянуть. Ребенок играет с кем. Посмотри, парни. Такие дети и видят. Девочки. Чтоб нигде никому в дом не заходило. Нигде никому в дом не заходило. Нигде никому в дом не заходило. Нигде никому. Ходили чтоб в табуну. По голову нельзя ходить встречая. Не пожалеешь. Иначе будешь отдать на себе голос. А зашли музыку послушать. Оттуда упал уже мама. Нигде ни одного шага в сторону. Потому что по закону летом мы его убили. У ворот отца. Значит с той того. Чтоб потрудиться. Так это товарищи. Продишь дороги. Ты направил путь к небу. Это одно из качеств лидера должно быть. Вот ты лидер для своей души ведешь. Что такое преткновение. Чем оно отличается от соблазна. Ну соблазн может стать преткновением. Соблазн я вижу в другом. А преткновение поставим. Я притыкаюсь, спотыкаюсь и падаю. Вот устраивается на работу. Подписание работает. Да не положено. Устав написан. Скорбовное. Не работает. А у нас нельзя у нас такая работа. Зачем ты на эту работу залез? Здесь в городе 500 адвентистов. И ни один? Не работает. В советское время ни один адвентистский ребенок в школу не ходил. По всему Советскому Союзу. Во всем мире? Не один. А сколько их? 10 миллионов. И ни один? Нигде. Даже хлеб, купленный в субботу, он его выбросить на него не будет больше. Если не купили в субботу. Вот как стойка стоят. На ворота ничего нету. Кажет. Все можно. Все разрешено. Чем заболела? Батюшка разрешила меня гастрить молочно. Уже идет. Не позволяйте мне никакой расслабленности. И не знайте с такими людьми. Она не просится. Одет в нее. Тебя тоже потянет над ворожом. У нас были люди, которые нарушали пост. Они все отпали до одного. Молодые. Ну я немного не соглазнил. Смотря их поста, продавали. Я не знал как. А зачем ты эту компанию замесла? На новое благостричание. Соседка припросила. Мы старые друзья. Все. Прекновение. То есть большая железобетонная глыда. Там бровь лежала. Она хлопнулась через нее и раздвинется. Уже никого нет. Что такое обида и как она возникает. О обиде никого нет даже не хочу. Насколько не христианское качество. Обида всегда от того, что ты не обратился к Богу. Если ты обратился к Богу, то первый шаг. Отвергнись в себя. Я. Я состоит из внутреннего человека. Из умений. Своей чести. Совести. Вот. А на первом месте Бог действует. Тебя назвали Козлов. Я тоже не был. Помни, мне пришлось поступать возиться на площади. Еще коммунистов был власти. Они стояли и держали трехсветный флаг. Да, а над зданием еще был красный. Почему? В газете появилась статья. И евреи назвали русских шариков. Шариков. О, Романом Булгаковым. Как тогда? Ну и начали этих евреев. Знать их надо в Израиле. Они нас не уважают. Я говорю. Из-за чего? Над нами шариков. А что это такое шариков? Да вот такое, ну знаете, Булгарда. Собачье сердце. Собаке операцию сделали. Там ложечек вставили. Там семейники. И она постепенно превратилась в человека. А собачье все у него осталось. Хам рассказал Бог. Хам летник такой. Я говорю. Я говорю обижаться не на что. Но такие и есть. А почему? Христос сказал. Нехорошо хлеб взять у детей и дать пса. И она не обиделась и получила желаемое. Почему женщина не обиделась так? Когда Христос сказал. Владимир меня Шарикова. Собака. Я пришел к настоящему неделю. Так они остановились. Я когда эту тему как раз сказал. Там милиция стояла. Все успокоятся. То есть. Он тебя называет. Погодься. Ты скажи. Ты обо мне все не знаешь. Чтобы со мной не разговаривал. Какой я свинья порядочная? Ты зачем ты? Горо напустил как козел. Я говорю. Я рад, что как козел. Козел дорогу первый из себя пробивает. Это очень умное животное. Козел. А ты обозвали козлом. А тот зарезал. Ты меня назвали козлом. А как тебе я назвал? За что? То есть свинья раздавал. Обида вообще не на что. Обида была это чего? Допустим тебя обозвали. Валюга. Когда ты воруешь и никогда не воруешь. Когда ты больше обижаешься? Если тебя назвали вор. А ты не понял. Обернулся. Про кого говорят? Ты знаешь. Нигде никогда ничего не брал. Я не вору. Ты мне назови вору. За мной ничего не отличается. Я даже не пойму. Что про меня говоришь. А вот вора назови вору. Ох он не любит. И он никогда вору не говорит, что я сваровал. Он говорит. Унес. Взял. Слово воровать его из лексикона. Выброшенное его. А почему человек обижает? А потому что сказали правду. Зато если сказали правду. Поблагодари человека. За то, что он заботится о тебя. Если не правду. И тогда он благодарит за намерение. Он тебя спасает. Пока этого еще нет. Эти как можно мудрые. Обратительские. Никакой обиды нет. Обиды вообще никогда не должно быть. Справедливость восстанавливать можно. Подавать в суд можно. Обижать себя нельзя. А если профессия подойдет. Профессия подойдет очень хорошая. Я говорю про базар. На базаре в торговом магазине. Пожалуйста. Я не оборонцовываю про базаре. По базару вот это вот происходит. Это спекуляцией занимается. А на государственном магазине это как еще Владимир Ульянов говорил. Торговарку нужно настоящим образом учиться. Государство которое имеет плохих продавцов. Оно податков спадет. Нужно очень хорошо уметь торговать. Купцы. Правда нигде мы не видим что спасались. Но они были близкие к святым и помогали. Для чего существуют секты. О вопрос какой-то хороший. А для чего он говорит щука. А чтоб карас не дремал. Вот для этого заколок. Для этого волк. Подъедает заразу-то всякую. И секта нам никак не помешает. Они нас побуждают. Я всегда ставлю пример. Какие баптисты дружные. Вот сегодня я говорю. Молитесь за этих баптистов. Какие они хорошие. Иеголизм. Смотрите как распространяют литературу. В прошлый раз мне сказали. Не думайте что вы хвалите виду. Я беру только одно качество. Какую литературу раздают. Как они заботятся. Коют по домам. Стучат. А у кого что есть. А у каждой секты есть что-то хорошее. А православие. Православие все совокупности должно быть. Вот я еще это говорю. Вот они для этого нечего. Устыдить нас. Показать какие мы бездельники. Скажем так. Они не превращают по домам. Они сорняк. Сорняк для чего? Чтоб показать какие мы ленивые. Вот и все. Если бы мы жили правильно. Показали величие. Нежность. Целомудрие. Красоту. Добродетельность. В своей жизни. Ни один сектант даже не появился. Поверьте. Ему не за чем придумывать что-то. Они говорят. А почему что? Я еще в храм ходил. Ему в церковь. Ничего я не понимаю. Ко мне никто ни разу не подошел. Лет пять лет ходил. Если они за что-то библию подалили. Посадили. Разговаривать. Я понимаю все. Ну и все понятно. Чего туда не пойти? Так вот это мы и должны делать. Быть приветными. Показывать. Раздавать. Молиться. На одном русском языке говорить. Вот для этого они секты и есть. И когда я пришел в краевую администрацию. Там готовился закон по культам. И они меня спрашивают. У вас какие предложения есть? Я посмотрел. Но какие секты надо запретить? Я говорю. В первую очередь московскую патриархию. Потому что это значит, что мы уже считаем религией. И скажите. А есть такое, когда они регистрируют. Вот у нас устав у меня с тобой сейчас. Цель. Какая цель? Ну если было время, я подсчитал. Цель. Достижение царства небесное через хамбестное житие. Через добродетель. Через чтение Евангелия. У них написано так. Да. А они это делают? Не делают. А написано если завид регистрируют. А поступаешь вопреки цели. Когда тебя регистрируют. Ты же обещался выполнять. Я говорю. Для чего регистрируешься? Ну допустим, ты говорил. Моя организация будет раздавать бесплатно одежду. А на следующий день моя с магазина воровать. Ну я бы же ты другую цель поставил. Чтобы только зарегистрировали. Как депутат. Неприкосновенность. А теперь его у киона выкармали. Неприказаемый жюри. Так и здесь. Если вы обещали это делать. А этого не делают. Это только торгуете в церкви. Снимайте их с регистрации. Ассектанты здесь говорят. Мы будем пропадывать. Секратить не надо снимать. Они выполняют то, ради чего регистрировались. Понятно? И они им никто ничего не возразили. Конкретно. Вот задача цель. И она выполняет. У нас задача какая в ладере? Детей воспитывать. Наставить. Наставить. Я их наставляю. Наказываю. Привожу. В разум истинной веры. Известные случаи. Когда без чтения, толкования святых отцов в Библии. Истина открывалась для человека. Может быть это. Может. Это чудо Божье. Когда люди пришли в Израильскую зиму. Господь сказал так вот. Шесть лет сеть. А седьмой год земля. Пусть отдыхает. Читаем книги пророка Оси. Он говорит. И пророк Иеремия об этом говорит. Какое знамение? У пророка Исаии это написано. В книге Третий Царств написано. А вот там знамение Господь говорит. Вы каждый год сейте. Не сейте породы. И будьте есть ли кто-то, что будет расти. Так это ненормально. А Господь может сделать. А может так быть что. И без врачей человек вылечится. Может. А почему? Врачей у меня нет. Бог силен это сделать. А может человек совсем не читает. И вдруг научиться читать. Не направься не кончать. Может. А может не изучая иностранный язык. В обычный ход он научиться говорить по-японски. Может. И мы это знаем. Сифремом силен был. Апостопаев. Больше всех вас звонил на разных языках. Я учил языки. Я знаю как это трудно. Это невероятно трудно. Вот. Это не полно. Там три месяца прошло. Врачей был. Я по-латышски уже разговаривал. Но мне надо было романских языков. Немецкий, английский, исправский уже знал. Мне это легко было. Но когда сказали что врач. Я сказал неправда. Так это неверующее. Вторая глава. Я не апостол. И на этой главе меня поймали. Бог это делает. Мгновенно и сразу. На броню. Он штыком его давит. А кто же или русский. А он говорит за штыку хватился. И что я ему сказал. Теперь его допрашивают. Допрашивают. Какой-то там фашист. Гестапоист. Кто он такой будет. Он говорит. Я ничего не понимаю. Ни этого слова. Перевозчик. А перевозчик говорит. Почему вы отказываетесь разговаривать на немецком языке. Я же не знаю. Как вы не знаете. А когда в плен брали. Вы что по немецки сказали. Я. Я ничего не говорил. Призываю солдата того. Да вы его штыком. Да. Я штуку. Грути ему направил. Вот так вот. За штыку. Так упадился. И говорит. Ты домой не вернешься. Если пронишь меня. Я служитель Божий. По немецки. Ничего я не говорил. Внезавтра Бог дал ему так. На чистом немецком. Берлинском произношении. Так делает Бог. Представьте. Ириэль Сирин пришел. Стоит в праве и не молится. А Василий Великий грек. А он сирианин. Господи. Хочу наедине побеседовать. Дай мне мудрости. А Василий Великий знать не знает еще. Сушитель говорит. Там где-то за поворотом. Там стоит такой высокий человек. Небольшой. Пререди его сюда. Подошел. Что хотел? Поговорить бы с тобой. Давай молиться. И все. Меческий язык сразу и молиться. Сели. Давай беседу. А может быть. Может быть. Когда никого нигде нет. Ни одного переводчика. Когда нет ничего. Бог это может что-то сделать. А знаете ли это? Вначале да. Вот меня Господь повел. Без всякого толкования. Но это было только полгода. Через полгода я понял. Что меня на одну сторону планили. На другую. Пока не попало руки. И вовремя. С толкованием. Уважена Фекелакта. Я увижу молодежь. Знаю толкование Фекелакта. И не пытается до конца прочитать. А я сел и конспектировал его. И день и ночь буквально. Я конспекты сейчас беру руки. Я поставлю конспектам. А потом вот это все перепечатал своей рукой. Это может на пятый раз. А там всего только два тома. Ну что это два тома. Отлично строительства. Это дело надо не убить. Это путь. Куда идти. Чтоб не заблудиться. Толкование ты не знаешь. Ты заберешь в дереве. Шестое Вселенский Собор. Девятнадцатая правила. Шестое Вселенский. Девятнадцатая правила. Запрещает толковать. Вопреки Святым Осаду. Поэтому сегодня. Конкретно вот такой-то человек. Я читаю и нашел там. Против икон написано. Я вижу, что теперь не Бог открывается. Против икон этого слова в Библии нет. Против икон есть. А против икон нет. А иконы идола это совершенно разные вещи. Читаем дальше. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же видят, то возбраняли их. Но Иисус подозвал их и сказал. Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте их. Ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, не войдет в него». Как только с ребенком разговаривать. Только никогда не надо забывать, что перед тобой это вещи. Я тебе сказал, что ты должен делать. Разъясни, чтобы ребенок увидел пользу этого дела. Пользу. Меня спрашивают милиция, прокуратура о наказании детей. Я считаю, это самое тонкое дело. И никому не советую этим заниматься. Совсем не наказывая ребенка, если не может правильно наказать. Никогда не наказывая Варниевых. Варниевых. Пусть все это пройдет. Да, если нет стопроцентной уверенности, если он запирается и вот этого не было, нет точных свидетелей. Простите. Я начальник детского лагеря 26 лет. И ни одного случая не было, чтобы ребенок был наказан зря. Уезжай, он уже не боится меня. За страведиями стоит. Перед всем лагерем он должен сказать, наказали ли он его несправедливо или нет. А было так, что они безобразно себе уже попадали под статью не наказанного. Таких стать не было. Это может быть. Но наказать невиновного ребенка, ты не знаешь, что это такое. Я сижу срок невиновный, реабилитирую. В глазах ребенка ты никогда, может быть, не реабилитируешься. А я думаю, лучше простить. А так ребенок провинился, а мать загнала его пятилетнего, мальчика под кровать. Да ты, да швабра к нему. Она, видно, не достает. Хватила ствол. Туплет, туплет туда. Она отошла. Она говорит. Ладно, Валера, вылазит. Малчика. Она как бросила туплет, мог бы еще сразу убила. Захлестнула его. И она сказала, да я не хотела. Вера, ты не хотела. Мы с этим соглашимся. На ребенка уже нет. И никогда не вей руку его. Для этого, говорит, не жалея розги. Ребенок олицетворяет розгу как отдельное. Тебя она не относится к нему. Все надо это знать только. А ладони так ударит ладони. Он хлопнул, там опускал этот тык. И он к тебе уже в другое отношение будет. И ничего не унизит. Здесь какая тонкость. Пустите детей ко кресту. Что означает, что бегали крещали церкви? Нет. Мы начинаем пригласить их по крещению. Прещищают их. Воспитывают. Пустите детей. И спросил его некто из начальствующих. Учитель благий. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь законе? Не прелюбодействуй. Не убивай. Не кради. Не ложе свидетельствуй. Почитай отца твоей и матерь твоей. Он сказал. Все это сохранил я от любности моей. Иисус сказал ему. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай вещи. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи следуй за мной. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, веря, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее вернуть войти в спасибольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшись, и не сказали, что он тоже может спастись. Но он сказал, что невозможное человеком возможно Богу. Дитя не превозносится. Никого не унижает. Сегодня никто так не унижает, как дети. Это самое злое, что у нас есть у них дети. Никого не унижает. Очевидно, это маленькие совсем. Не злобиво, бесхитростно, а хитрюще и ужасно. Что сделает это? А все это толкование требует просто кардинальной поправки на себя дешевле. Ничего это не сходится. Уже я знал, сколько с ними вожусь, и в другой раз даже не додумываешься, что он будет войти. Да чего хитрые? Они еще приехали. Кто у нас там? Болезни. Врача вызывали. На руках вести. Ничего нет. И он сидит и думает, что мы еще придумали. Что нужно сделать, чтобы я ей позвоню, чтобы мама меня отсюда забрала. Всякие хитрости. Ну а потом, я говорю, ты поедешь домой? Когда я выше, ты маленько что-то понял уже. Пиши, что тебе не нравится здесь? И он сел писать. Мне не нравится здесь ладишь. Мне не нравится, что рано встают. Мне нравится, что надо купаться. Мне нравится, что надо умываться. Ну подряд тут ничего нигде не назвал, что как есть. Ну хоть маленько, хоть чуть-чуть, маленько ему понравилось. Никак. Ну все-таки вызвали мать не сразу, но она приехала. Все, что ты так придешь на себя. А потом по ходу время мать упрашивает, поговорила с ним, чтобы остаться. Мы никогда таких не страдали. Лукавые, хитрые. И они не нужны. Он разлагает других. Хитрющие и ужасные. Такие лживые дети. Я вот наблюдаю за ними, но последние 2-3 года прям вот решительно. С теми, которые будут перед этим даже не сравнившим. Обманывают. Вот что сделаете? Поймал руку, тогда зажал клетку, не сходя с места, тогда можно согласиться. А так нет. Зажал, ты взрослый этажик. Кто сломал, что еще никогда не скажет. Кто это сделал? Никак. Зашумели в палатке. Кто это? Глянь. Выходите все. Тогда начинает появляться. А между собой. Вот идут уже на все. За руку держаться только вдвоем. Кино пошли мы. Расстояние не меньше метра. Он тут идет маленько, он на пятку наступил. Уже никак. Он со всей стороны как козел и убьет назад. Уже тут драка будет. Один, он его с нашим кинулся. Это такая малая часть была. Это ежедневно с утра до вечера. Вот как жандарм на двери стоит. А потом неделю пройдет, начинает по маленькой коже втягиваться, смотреть. Разговаривать. Видишь, расширить на самолет. В самом маленьком пренебрежении у нас в стране дети. Говорят, пренебренированный класс. В большинстве говорили. У нас нет пренебренированного класса. У нас пупсы. Говорят, у нас один класс. Только дети. Для них все. Это самое заброшенное. Никому не нужное. Живут с матерями. Отдельно. Разведенные. Незаконно нажитые. Некрещенные. Неблагословленные. Жены и злые. А дети бессмысленные. Пропят роде их. Как Библия говорит. И дети. Это суть свидетелей разврата родителей. Только всего. А их рода, так и должность. Родная мать не знает, куда от нее прятаться. По всем законам божественным он должен быть уничтожен. Он злотворит мать. Материт. Ругает. Товарищей приводит. Что он делает? Приводит домой глубже. Живых родителей. Как Библия говорит. Такие родители должны вывезти. Старейшинам. И поверьте его камнями сразу. Род из благословища отца и мать. Он смерть и умрет. Ему никаких сроков заключения ничего нет. В этот же день должен быть уничтожен. Включите правила библейские. Сегодня. Кто останется здесь учиться? Кто в школах будет учиться? Нам привезли родителей своих. Мы успели их записать. Они. Спокойные. Девчонки большие. Чуть не спиня ростом. И. Я говорю. Ладно. Подождите. Еще не записали. Эти обучители. Не задержите их капли. От своих детей. Обучители. Они сказали. В машину не бежать. Ну. 150 километров. Они же не берут за ним. Ничего не умеют делать. Они эхо-эхо. И им еще не нравится. Пустите детей капли. Говорит. Причина одна. Переполнены лагеря. Переполнены. Эти диспансеры. Наркотические. Дети. Боже не становится. Посмотри. Я еще не знаю. Знаете. Что Бакалу Киеву Кениса занесет. По количеству ворота несовершеннолетних. Я обговорил уже. Бакалу известнейший ворота на весь мир оказывается. Тому стиху в 15-му записать. Кто излишне любопытствует. Всегда спрашивает. Да и то же. Как это. Вопрос. Как это может быть. Как-то из ребра друг женщины сделать. Как. Ну не просто как из кости моржовой режут там. Сели на народ. А настоящие красивые. Когда он все забыл. И сидит. Удивительное дело. Сейчас. Если во днях песни. Восхваление. Скорби. Печали. От покинутости. То есть вот. Ну однопорное. Нормально. Юноша любит. Девушку. Муж. Жену. Где-то кто-то кого-то оставил. Вот все это из литературы все убрать. Ведь на полках тут почти ничего не останется. В любой момент. Включи радио. И только об одном поют. Только об одном поют. О взаимном влечении. О любви. О прочем. Думал я да. Что за эти воспоследствия. А если бы все это правильно было. Конечно все бы это как-то облагораживало. А на самом деле сегодня все это только раскидывает. Раскидывает людей еще дальше друг друга. Не избежает ни его, ни ее. Тот погибнет в своем неверии. Дальше. Тот погибнет в своем неверии. Не принял царствие в простоте. В ангелии. 21. 18 стих. Он нуждался в вечной жизни. А таким нашим богатым. Он нуждался в вечной жизни. Потому что. И ел богатство на много лет. Назвал благим. Назвал благим. То причем тут учитель. Учитель. Слово благим подчеркните. Причем тут учитель. Учитель в кавычки. Учитель в кавычки. Тоже подчеркните. Два слова несовместимы. Тогда добавь. Тогда добавь. Тогда добавь. И бог. Все продает. А если что останется. То ты раб его. Раб его. То что останется. Раздай не родственникам. А нищим. Не бродяжкам. Имеется ввиду. Не бомжам. Прокольцам. А нищим. Кто воистину хотел бы жить нормально. Но пока не было полностью. Но нищим. То есть. Распочать имение нужно с рассуждением. Вот еще доказательство. Распочать. То есть. Раздавать имение нужно с рассуждением. Они как попало в среду. Делать. То есть. Всегда. Всегда подчеркните. Раздавал. Я тут два часа без перерыва. Я сколько раз думал. Как это сделать. Маленько передых вам давать. И что вот. Два часа всяких. Это не у студентов. Ни Евгения. И мы уже десятый год. И так привыкли. Сидят. Какой перерыв? Они нахористы в хору. Прям падают. А бабки-то молодые там. И смотрят на бабки едино. Он говорит. Все время. Поймой. Ты не могу нанимиться. Стоять. Даже не хватит. Три часа. По четыре иногда часа службы идут. Бабки. Стоять. Они еще не понимают. Стоять. Стоять. Спасутся ли сектанты вечной жизни. Вот. У меня один раз это спрашивают. Кто спасется один бог знает. Нас в дверях с палками никто там не ставил. Выпускать. Но мы скажем только то что есть. Вот и сейчас выбрали даже таких правителей. А что это самое лучшее? Мы их выбрали. По аналогии. А что и при них лучшее будет? Мы пока ничего не знаем. Но мы молимся. Мы молимся сегодня сектантах. А мы молимся. А может как-то Господь сделает. Мы не знаем. Но только Писание говорит. Вне святки нет спасения. Они вне святки. Без священства не спасись. От священников что? Крещение. Исповедь. Сектантах. У них ничего этого нет. Тогда они не спасутся. Получается что они не спасутся. Это так. А конечное слово принадлежит Богу. Мы должны это сказать. Никаких шансов на спасение у них нет. Мы должны так это сказать. Но спасутся или не спасут. Это последнее слово. Которое принадлежит только одному Богу. Может в последний момент что-то с ними будет. Как-то обратятся. Бог обратит внимание на их добрые дела. Что-то откроет им. Не знаю. Но согласно того, что они не спасутся. Их одно этого достаточно. Что спасение закрыто. Вне церкви нет спасения. Это абсолютно однозначно. Они не имеют ни сильного причастия. Ложья толковарня. Между собой они все развисят. Даже и говорит девчонки. Бабюшки говорил. В прошлый раз у нас церкви. Некоторые не знают. Здесь еще поют. Домашняя молитва. Я много раз об этом говорил. Спрашивал нашу деревенскую. Вы вместе молитесь? Да нет. Я пораньше устаю. Пока корову даю. Уже нас придержит. И попозже. А дети молите еще позже. Этого нельзя делать. Домашняя церковь. Все одновременно должны молиться. И утром и вечером. Да кому надо одновременно ложиться? Ну помолитесь в 7 часов. Дети пускай ложатся в пол восьмого. А ты в пол двенадцатого даже. Но помолитесь вместе. А не так ребенку. Ну идите спать. Он идет помолить в другую комнату. Что там ребенок помолится? А когда уже он вырос. Закрязь в этом. Да так если вы ничего не спрашиваете. Установил тай в сердце его сегодня. Домашняя церковь. О чем согласитесь? Двое или трое. Соберетесь во имя мое. Собраны будут. И согласитесь молиться. Знайте. Получится. Это надо постоянно-постоянно. Куртилировать. Заботить себя об этом. Живете вы вместе. Встали. Приверите себя в порядок. Сразу на молитву. Нам нужно наступить. Пусть они наступят печь. Там что-то сделайте. Сразу на молитву. Молитва должна быть только общей. В семье. Знакомые ли вы. Установите общую молитву. Я не знаю даже как об этом объяснять. И почему будет это непонятно. Но мне это понятно с первого дня. Я в таком месте обратился. Среди жителей. Людей. Я просто не знаю как это можно не понять. Вот у нас в лагере. Общая молитва. Общая. Всегда. Чтение Евангелия. Кухню. Все закройте. Все должны быть здесь. Садимся даже. Никаких половинов там они уже одеты. Встать на молитву все вместе. Нас объединяет только молитва. Оказывается многие утренние правила не читают. Ни от молитвенников. Ни вечерние правила не соблюдают. Ни колонны никакие не молятся. Лживое христианство. Ничего нету. Библии не читают. Я не говорю о тех которые находят в других храмах. А то у нас такие даже есть. Пустое. Ненужное. Никому хождение. Ничего ты не получишь. Иоанн Абалут прямо будет. У нас есть материал. Амалите называется. Ничего Венихова тебе не сделает без молитвы. Венихова. Ничего тебе не сделает. А просто молчудить надо. Сказать. Рост зажать можно без голоса. Ну надень салопарного мешочек. И под твоя здесь залежи. Ну сколько ты будешь. Она только получи и так делает. Надевали салопарные мешки душевые. Там чеченцы или чеченцев. Делали. Да без пищи. А потом ты не ешь. Неделю. Библию когда брал? Не знаю. Я пока читал. Я не понимаю о чем говорят. Есть вещи которые я могу понять. А здесь я даже не понимаю. Только все время Библию взял. Все время на часы смотрю. Один час как будто только сейчас взял. Как бы не опоздать на работу. Только взял. И уже надо. Ты не оправьешься. Ты читай. Я сегодня читал сколько. И думал. Вот это если можно было. Сегодня я вам подряд все вам рассказал. Четвертая книга. Сарс и Иоанн. Столько мне здесь открыто. Хотелось бы рассказать. Опять новое. Как первая книга Сарс. Как Саула избирали на Сарса. Я сегодня первые новые детали заметил. Я уже бесчетное число раз читал. И каждый раз новое открывается. И оказывается из колена Вениаминового. Как же я раньше до нее обратился. А что это особенно? И апостол Павел из колена Вениаминового. И когда мы считаем во всех. Дальше пора напоминать. Другие. Имя Саул. После крушения первого царя в Израиле. Вообще не упоминается. Это трагическое имя. Его нигде нет. А Саул. Это Саул. Шаул. Это тоже как Мария. Мария. Это тоже имя. Значит была надежда. Что восстание другой с этим именем. Сделает больше. Поведет народ по верным вершинам. И вот он такой и получился. Саул. Что ты будешь меня. То есть каждую передачу есть токметы от того Сауова. А ты сегодня сидел и размышлял? Саул Саул одно и то же еврейское имя. И оно нигде не встречается. И только от гибели Саулова. Дополнено вообще его имя нету. Как будто бы он положил на сердце. И от колена Кисова. Да да. Опять же в одном том же колене он находится. Дать это имя. И оно оправдало тут себя. Понимаете? Сколько вот всего этого. Какой он будет скромный. И они просили царя. Вот сейчас есть монархическое общество. Заботится. Кто должен быть. Такой правитель. Близятся президентские выборы. Меня спрашивают. На уровне там администрации. Везде. А как вы думаете? А кто думаете сегодня больше? Ну русские всегда имели над собой диктатуру. Или монарх. Монарх. Царь. Как императору. Полноватым. Полномочным должен быть. Но мы не можем сегодня ничего лучшего избрать. И вдруг написано. Они стали просить царя. Из рождения. И Господь говорит. Вы совершили великий грех. Что просите себе царя. Я это слышал. Но сегодня обратил особое внимание. Надо для нас просить царя. Великий грех будет или нет. Но там грех. Потому что они были вводимы пророками. Вот сам их вел. Но для нас на эту промежуточную ступень царя это очень высоко. Ну давайте его возьмем так. Что император это царь у которого есть один миллион. А есть и они один миллиард. Ну люди просят да один миллион. Да пусть вы просят и меньшего. Но если у них один рубль они просят миллион. Они просят высшего. А те просят низшего. Евреи просили низшего. Но вы просили просить императора просить высшего. По сравнению с тем что сейчас делают наши правители. Понимаете. Ну. У вас еще вознуждение. Я сегодняшний день. Ну прям великий, пиши статья за статьей. В любую газету. Под политическую. Под куда. И думаю библию я не считаю. Я не знаю. Я только наброски делаю. Я не устраиваю писать ничего. Каждый день. Сижу и думаю. А некоторые не считают библию. Эх вы. Что вы делаете. Слушайте радио и телевизор. Бег они не нужны. Ну. По дороге. Включи. Он знает. Брозное взявлено. И опять. Ну. И сами в голове. Что вы будете считать библию. Какая у тебя будет мудрость. Ты будешь интересный человек. С тобой интересно будет разговаривать. Ну. Будешь понимать что это сейчас. Говорится. Я вам сейчас расскажу. Маленькое событие. Подождите. Вы. Политики будете разбирать. Политические нюансы. Вы помните. Когда. Громила НАТО Сербию. Немославились. То они. Разбомбили китайское посольство. Погибли. Там карты. Большой блок. Ну. Кто про это слышал. Поднимите руки. Ну. Политически под холодно. Я думаю. Как же они объясняют. На следующий день говорят. Американцы дали такую тракторку. Этого происшествия. Инцидента. Что бы. У летчика были. Старые карты. Десятилетней давности. Когда. Американское посольство. Это. Китайское. Было. Ну. Другое место. Они принесли 10 лет назад. Я рассмеялся только. Ну. Дураков. Даже не дураков еще. Какие-то бревежки. Да они. С высоты спутника. Читают. Что написано. На спичечном коробке. Сегодня говорят. А то. На карте. Десятилетней давности. Дали карту. Старый. Передали. Я не знал что там есть. А как это сейчас. Сказать. Это указание дал. Билл. И. Вечером сказал. Разбомбить китайское посольство. А ведь Китай. Причислили к сверхдержавам. Ну. По крайней мере. Причислили. Китайцы. 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 разобновался. Ну. Как сказка какая то. Однако это есть. А заплатить сейчас. Согласили заплатить Китаю 46 миллионов. Для них это один вечер карточной игры. Что это 46 миллионов? Смешало же говорить. Но. Всем. Дали урок. Вы ее разлетюжили у нас с вами. С вами тоже будем. Это же охранные цепи. Продолжение следует...